Был обычный серый зимний день. Я сидела дома за компом и смотрела ютуб. В рекомендациях мне выпало видео про посылки с Даркнета, и я решила посмотреть это видео. Потом посмотрела еще одно, и еще одно, и еще одно. Тогда я и не подозревала, что головой я поехала конкретно. Ну то есть я знала, что я поехала уже давно, но теперь я поехала окончательно. В любой коробке мне казалась посылка с Даркнета. Я открывала йогурт, и там была посылка с Даркнета. Я открывала коробку косметики, и там тоже была посылка с Даркнета. Открывала подарок, и там тоже, там меня тоже ждала неведомая хрень. Я поделилась переживаниями с друзьями, и мне посоветовали то, чего советовать было не надо. Мне посоветовали сделать заказ. Заказ с Даркнета. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Всем привет! Настали годно-контентовые времена. Сегодня при помощи моего знакомого я заказала себе коробочку косметики из Даркнета. И очень скоро, как только эта коробочка мне придет, я получу сообщение. Мы с вами отправимся на ее поиски и в дальнейшем на ее анбоксинг. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал. Тык! Включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И, конечно, подписывайся на мой инстаграм, ведь туда я выкладываю все самое важное из моей жизни. В том числе, там бы мы могли уже этот спойлер к этому видео увидеть. А мы начинаем. Да. Наконец-то я получила сообщение о том, что моя посылка пришла. Ночью, пока я спала, мне пришли все координаты, мне пришла карта и мне пришли фотографии, где искать мою посылку. Я проснулась пять минут назад и сразу села снимать для вас это видео. Сейчас я быстро-быстро начну собираться, и мы будем сдвигаться в тайный темный лес по координатам, чтобы найти эту клятую посылку. Прежде чем писать, что это наигранная постанова и всякое такое разное, досмотрите это видео до конца, и вы поймете, что, в общем-то, к чему происходит. Даже если сейчас вам будет казаться, а вам будет казаться, что это постанова и какой-то бред. Потому что смотрите до конца, и вы все узнаете. Вы будете в шоке. Вы реально будете в шоке. Короче, мы приехали в лес. Ходим, бродим, красота невероятная, снежочек падает, а вот посылку никак найти не можем. Хожу, блин, как дура, хотя почему как, вместе с лопатой в лесу. И иду по каким-то координатам неведомой хрени. Но, если честно, мне кажется, нас нахерили, потому что хожу моя уже здесь долго, но толку с этого ноль. Мы с вами ищем, если вы не понимаете, могилу с крестом. Могилу с крестом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, где же моя посылочка, где же я ее закопала-то? Ах, вот же она, тайная, Даркнет-посылка. Раз-два, 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 раз-два. Потрогай ее лопатой, ведь это опасно, и нужно думать о самосохранении вообще-то. Так, я понесу ее на лопате, чтобы вот руками вот это вот не трогать. Вот она какая, тайная коробка с Даркнета. Интересно, шо ж там такое-то? Зубы, наверное. Вот эта коробка. Мне кажется, там реально может быть одна какая-то вещь, и возможно, это просто какая-то коробка пустая, потому что веса здесь в этой штуке нет. Она очень-очень легкая. Давайте ее откроем. Ё-моё, здесь дофига всего. Ребят, здесь символы арабские. Это, походу, табак для кальяна или презервативы. Арабские символы, и ничего нету на русском и на английском. Блин, походу, мне презервативы прислали. А, Магдалин. Пудра компактная. Подождите, подождите, это реально косметоз? Жаль, вы не чувствуете запах. Вот реально жаль, вы не чувствуете запах, потому что эта штука пахнет благовониями. Она реально пахнет кальяном. Серьезно, это благовония-кальян. Так, вот так вот выглядит этот Магдалин. Ну, я не могу сказать, что это плохо, не могу сказать, что это хорошо. Это просто розовая пудреница с розочкой. Но я все пытаюсь понять, откуда это добро вообще. Потому что, ну, мне кажется, это какая-то косметика Арабских Эмиратов. Тут написано Сирия! Это косметика из Сирии! Здесь написано Сирия! Офигеть! Тут даже на самой пудре написано Сирия! Во! Пудра из Сирии! Реально из Сирии! Что за жесть! И что мне делать с этой пудрой из Сирии? Она же криповая какая-то! Ну, фига, она еще и белая, как мой стол. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу! Конечно, охренеть можно. Уж чего я не ожидала, так это косметики из Сирии, которые будут закопаны в лесу. А здесь наверху, наверное, зеркало, да? Нет, подождите, здесь не зеркало. Здесь была губка. Ну, губка, кстати, очень странная. Такая губка больше похожа на мытье для посуды губку. Знаете, я должна вам проспойлерить, как вообще снималось это видео, потому что иначе вы подумаете, что происходит какой-то бред. Ибо в самом начале я была веселой. Сейчас я веселой уже не буду. На ютубе появились видео по ссылке из Даркнета. Я подумала и решила, что раз все это сейчас снимают, то снять пародии на эти видео. Как вы знаете, я люблю делать пародии на разные странные видео, поэтому я решила, почему бы не потроллить эту тему. Поэтому одному моему знакомому блогеру, который уже снимал видео по ссылке из Даркнета, я дала задание купить мне в Даркнете косметику. Если честно, я была уверена, что он просто возьмет и купит какую-то тупую косметику мне. И как бы я посижу по рофлю, и мне будет весело. Но походу этот человек реально купил мне косметику из Даркнета. Я, конечно, очень сомневаюсь, что это именно его какой-то курьер, или я не знаю, как это все работает, закопали мне это, блин, в парке, под каким-то деревом, еще и с крестом на нем. Нет, я сомневаюсь. Это, скорее всего, сделал этот человек, еще и дал мне точные координаты, чтобы я наверняка могла найти, не запутавшись. Хотя я все равно запуталась. Поэтому сейчас я нахожусь в полном недоумении от происходящего, так что не обращайте внимания на то, что тон моего видео из изначально... Сменился на «Ля, шо поделать вообще?» Короче, такие дела. Вот в той же упаковочке был Каял. Это, наверное, тоже сирийский бренд. Интересно, тут будет что-нибудь написано? Made in... А, это индийский уже бренд. Даже не знаю, что меня больше пугает. Косметика из Индии, которую черпают воду из реки Ганг. Тем более носить это на слизистую. Или же косметика из Сирии, которая, я не знаю, почему меня пугает. Вот такой вот Каял был. Но он прям совсем-совсем крошечный. Смотрите, какой он маленький. Он очень криповый вживую. Потому что он весь в каких-то подтеках. И такое чувство, что им уже до меня миллиард раз пользовались. Я не знаю, на какое дно я должна опуститься, чтобы это использовать на своей слизистой, если честно. Я не знаю, что должно со мной произойти. И не так, чтобы я это использовала. Хотя на руке вроде норм. Да, кстати, если кто-то вдруг из моих подписчиков пользовался этой косметикой, пожалуйста, любой из этой косметикой, если вообще это реально использовать, если это можно использовать, напишите мне. Потому что в конечном итоге именно от ваших комментариев будет зависеть, буду я снимать это видео или нет. Следующее выглядит вот так. Там что-то прозрачное, совершенно точно. Наверное, какое-нибудь масло. Вот вопрос у меня только один. Что это такое? East Nights. Единственное, что здесь написано, восточные ночи. Но я думаю, нам это не может не о чем сказать. Хотя я все-таки начинаю больше склоняться к тому, что это затычка для одного места. Маленьким детям не обязательно знать, зачем такие вещи использовать. Хотя, знаете, вообще я подумала, что, наверное, это аромамасло, а не затычка для жип. Так, да, она откручивается, и там вот что-то наподобие пипетки. Не знаю, что это и как этим пользоваться, куда это ссувать или никуда. И не надо ссувать, но выглядит это странно. Это, кстати, пахнет шампунем, знаете? Каким-то палмаливом. Что мне с этим делать? Это, кажется, тени. Судя по форме, очень похоже на рефилы Никса. Охренеть! Это использованные чьи-то тени или румяные. Ну да, это, судя по цвету, это все-таки тени. Вы должны, блин, это видеть! Что за хрень? Вы посмотрите на упаковку, она реально юзаная, и средства половины там нет. Посмотрите на эту упаковку. Ну, ребята, серьезно, это использована косметика? Что за хрень вообще происходит? Почему у меня использованная косметика? И здесь написано 100% оригинал. 100% оригинальности. А чего и оригинальность-то, простите, и использование? Посмотрите, реально, там даже внутри вся упаковка, как будто с нее кистью уже набирали тени. Тени из непонятно какой страны, но однозначно, что какой-то арабской. Класс. Так, окей, вот какая-то большая упаковка чего-то там. Традиции Сирии. Традиции Сирии. Максимально не понимаю, что это такое. Это реально похоже на флакон с ядом. Он зеленого цвета. И сейчас, внимание, я буду это пробовать! Оно перцем пахнет. Точно яд. Песец. Я в ахере. Вот, просто, извините, других слов нет. Я в ахере. Максимально. Окей, еще одна большая коробка пошла. Елена. Концентрированный парфюм. Ну, хоть спасибо, написано на английском языке. Почему у них упаковки такие, как будто они уже были воспользованы ей совершенно неоднократно? Так, это уже Арабские Эмираты. Это меня уже не так пугает. Пахнет 100% табаком кальяна. И меня сейчас кажется вырвать, потому что мне уже нехорошо. И если вы думаете, что я рофлю, то это не так. Меня реально сейчас кажется вырвать, если я сделаю еще один вдох. Потому что в один момент я настолько укурилась этими кальянами в своей жизни, что я просто падла несколько раз с этого в обморок. Поэтому сейчас, когда я чувствую этот запах, у меня реально идет тошнотворный рефлекс. Тошнибельный, блевотный рефлекс, короче. В этой изумительной упаковке нас выжидает... Да хрен пойми, что там ожидает. Не знаю, что нас ожидает. О да, опять использованная какая-то косметика уже называется Ирада. Это тоже тот же самый бренд. Восточные ночи. Бальзам для губ. Вы должны это увидеть. Но я предупреждаю то, что вы увидите. Может быть, вам неприятно. Поэтому я вас предупредила. Я вас предупредила, через 2 секунды я это покажу. Раз, два. Вот так вот выглядит бальзам для губ. Такое ощущение, что там внутри какой-то гной булькающий. Возможно, это просто... А я не знаю, что это, но мне страшно туда даже свой палец опускать. Давайте опустим палец через вот эту вот штучку. Вот так вот попробую на ощупь хотя бы. Это твердая или мягкая? Она очень мягкая. По запаху это похоже на свечи. Возможно, это парафин или типа того. Так, это точно какой-то... Какой-то флакон с брызгалкой. О, BB-крем. Лайт. Если честно, это на данный момент самая цивилизованная упаковка, которую я только видела. Кстати, даже написано, что на животных она не тестируется. Это даже не по брезгу, я нанесу это себе на руку. Сейчас посмотрим заодно. Оп. Да, он тоже пахнет. Он пахнет... Это запах розы. Арома масла розы. Если вы не любите арома масла, вам не понравится, но я люблю, как я уже говорил ранее, поэтому мне зашло. Очень приятная, кстати, очень нежная консистенция. Очень жидкая, но это скорее плюс, чем минус. Смотрите, цвет, кстати, достаточно белый. Вторая банка. Вот этого вот. Это были сиреневые вот эти вот, а это какие-то цвета. Цвета того, что со мной случится, если я использую кальян. Видите, там весь пакет грязный, потому что эта штука просыпалась в него. Вот она вся просыпанная, вся грязная. Достала вот такая вот она была. Не знаю, выглядит она, конечно, тоже как использованная. А что же внутри-то там, а? Вот внутри выглядит вот так вот. Ну, хрен знает, какой-то песок очень странного цвета. Все это мне очень непонятно. О, вы видите этот дым, который от нее пошел? Как-то очень ненадежно. Блин, и еще одна такая штука. Я думала, будет что-то нормальное. Это опять та же самая фигня. И она опять вся просыпалась. Ну, что за хрень? Подождите, это, по-моему, одинаковый цвет. Они что, у меня одинаковые цвета положили? Блин, ну они разные, но они минимально разные. Могли бы хоть синий какой-нибудь положить или типа того, я не знаю. Выглядит очень крипово. Более зеленая, такая коричневая, что ли, насыщенная по цвету. Я без малейшего понятия, какой вывод можно подвести, исходя из этого видео. Я распаковала коробку, которую мне положили под снег. И, в общем-то, в ней была косметика из Сирии. Зашибись просто! Именно то, о чем я всю жизнь свою мечтала. В общем, не знаю, что вам делать с этой информацией, но вы можете поделиться этой информацией со своими друзьями. Потому что, если вы посмотрели эту годную контентину, то пусть и ваши друзья тоже смотрят годные контенты. В общем, тык и всем пока! Ах да, посмотрите что-то более адекватное, например, видео под это. С какими осуждениями, и это мое мнение, вы столкнетесь, если в вашем гардеробе будут следующие вещи.